В машине скорой два пациента. Первый, 10-летний парень с ожогами. Второй, грудничок, ему всего три месяца. Но диагноз по-взрослому тревожный. Субарахноидальное кровоизлияние. Обоих должны перевести в столичное медучреждение. Вот только не машиной. Это борт санавиации. Приземляется он на площадку в областной клинической больнице. За считанные минуты двух детей транспортируют в вертолет. И машина взлетает. В Москве он будет максимум через 50 минут. Там пациентам окажут всю необходимую экстренную помощь. Главное преимущество вертолета это время. То есть не то, что время вылета или еще что-то. Само время пребывания пациента в пути. Чем меньше время пребывания пациента в пути, тем прогноз при благоприятных условиях улучшается. Также благодаря появлению вертолета мы более тяжелых больных можем транспортировать из районов в областные центры. Служба санитарной авиации появилась в Рязани два года назад по нацпроекту здравоохранения. Площадки для приземления есть и на территории перинатального центра, расположенного рядом с ОКБ и ОДКБ имени Дмитриевой. В 21-м приземление стало возможным и в самой областной клинической больнице. 250 вылетов. Практически половина этих вылетов было сделано, выполнено к детям. 13 совсем грудных малышей мы эвакуировали с помощью вертолета из отдаленных районов в наши ведущие городские учреждения. 250 вылетов. Статистика практически двух лет работы санитарной авиации в Рязани. Вертолет может быстро доставить пациентов из самых отдаленных районов, притом в считанные минуты, чтобы здесь, в Рязани, им оказали необходимую помощь. Расстояние на даже автомобиле скорой помощи с проблесковыми маячками занимает около 2-3 часа. Вертолет преодолевает это расстояние за полчаса 40 минут. Поэтому вот это плечо доставки, оно значительно сокращается и мы действительно спасаем жизни людям. Сейчас врачи уже спокойно вспоминают конец июля 2020 года, а тогда ситуация чувствовалась совсем иначе. Пятилетний мальчик отправился с мамой на работу и получил травмы от металлического контейнера для хлеба. Спецборд вылетел в район в 3 часа ночи. Площадку вертушки организовали на местном стадионе. В Рязань мальчика доставили в 4 утра. После операции ребенка переправили в столичный центр. Сейчас он жив-здоров, говорят врачи. Его жизни ничего не угрожает. И случаев сродни этому сотни помогают всем пациентам, нуждающимся в экстренной помощи в любое время, днем и ночью.